Если говорить про успешность, то у него уже три составляющие. То есть есть зрительская любовь, коммерческий успех и фестивальный успех. Иногда некоторым проектам везет, и у них есть все три составляющие успеха. Но если вопрос именно про зрительскую любовь, то она же как любая любовь, она не имеет никакого объяснения. То есть она может возникнуть, зацепившись или за сюжет, за героя, за все вместе, за музыку, за то, что напомнило историю жизни и так далее. Зрительская любовь – это самая неуловимая и непросчитываемая абсолютно материя. Поэтому величайшее везение, когда у проекта есть еще и зрительская любовь. То, что фестивальную и коммерческую сделать сильно проще. Я из года в год об этом говорю, но сейчас ситуация сильно лучше, хотя так как она была критическая именно в этой части, я говорю про детский и детско-семейный контент. Хотя с детско-семейным попроще, я скорее про детский. Я уже молчу про подростковый, с ними сильно сложнее. Так вот детский, который не про менторство, не про назидание, а про то, чтобы им было интересно. Интересно и при этом, чтобы это было направлено на их, на то, чтобы они становились лучше, на то, чтобы они становились глубже, чтобы они были открыты миру, чтобы они не замыкались. Вот такого контента все еще не хватает. Творческим людям крайне сложно быть структурными и собранными, потому что в этом и заключается творчество. То есть это полет мысли, полет фантазии, душевность и так далее. Но для того, чтобы донести любую идею, нужно быть очень четким, структурным и логичным. И если у продюсера, у режиссера, у автора сценария это получается, то сразу же считывается, что это не просто полет творческой мысли, но это еще и человек, который может этот проект сделать. Защищать свой проект, как рассказывать задачу, которую вы очень любите по математике у доски. То есть четко, быстро, логично.